Апнеа Клаб Горький представляет Всем 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 доброе утро с вами команда Апнеа Горький и мы рады приветствовать вас на нашем соревновании аида нижний новгород фридайвинг кап 2020 за окном 16 февраля 2020 года и эти соревнования для вас комментирует Александр Быков и Дмитрий Иркулов классный зимний солнечный денек отличная погода и эта погода передается в отличную атмосферу в бассейне сегодня соревнования открываются дисциплиной динамическое пноя плавание в моноласте моноласте это королевская дисциплина фридайвинга да это но дисциплина с которой наверное начинался фридайвинг самая такая зрелищная самая динамичная на мой взгляд из всех дисциплин ну для многих она любимая но для многих тяжело освоимая эта техника да но тем не менее будет на что посмотреть а это значит что устраивайтесь поудобнее готовьтесь к просмотру будет интересно погнали быков Александр нижний новгород зона а и сегодняшний день открывают нижегородские спортсмены быков Александр и колбенина антонина смотрим 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 колбенина антонина дебютант этих соревнований но активно занимающийся член нашего подводного нижегородского сообщества александр опытный спортсмен ну вот старт дан следим за выполнением переживаем болеем за наших да тони обучилась фридайвингу буквально полтора два года назад прошла у меня курс и после курса буквально сразу начала принимать участие во всех соревнованиях которые проводятся в Держинске или в нижнем новгороде как раз нам показывает оператор антонина и технику грибка сейчас на подкроет ну александр быков вам в представлении я думаю не нуждается стоит только сказать что personal best в данной дисциплине 190 метров ну не всегда получается на самом деле столько нырять тем более на домашних соревнованиях очередной разворот мы видим но я могу сказать что моноласта мне очень нравится я вспоминаю там не знаю семь восемь лет назад и вот антонина антонина готовится к выходу снимает маску показывает знак окей 83 метра против personal best а который у нее был 25 она очень 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 значительно улучшила свой личный рекорд но нам показывают сейчас сашу как он медленно размеренно своем ритме своем темпе продолжает выполнение никуда не спешит но в то же время четко разворот за разворотом метры капают его копилку его результата ну да я вот сейчас смотрю на себя стороны в принципе техника неплохая у меня я просто вспоминаю свои первые там занятия когда на меня скоростники смотрели и говорили как он коряво плавает моноласт вот саша готовится к выходу мы видим немножко самбо немножко слабо да хорошая приличная самбо я бы сказал я вообще успею что-нибудь сделать но ты очень самокритичный 152 метра белая карточка мне кажется меня пожалел 2 заплыв открывают спортсменки из костромы косогорова валентина и алла шарова из иваново про алла шарову можно сказать что она завсегдатый гость наших нижегородских стартов наших нижегородских соревнований и то что ее персонал бест в этой дисциплине около 130 метров очень хороший результат у валентина личный рекорд 75 метров и она как мы видим плывет в классических ластах разножках но стилем дельфин да правила соревнований такое допускают алла шарова помимо того что часто посещает наши нижегородские соревнования она почти всегда отсюда уезжает с призами еще и часто в них выигрывает да совершенно верно но смотрим несмотря на достаточно неплохие личные рекорды обе девушки заявили 50 метров с большим запасом чтобы не получить штрафные очки если вдруг у них не получится показать личные рекорды ну либо выступить в начале стартов может быть в этом какой-то смысл до старта на стартовал и уже не волнуешься своим делами занимаешься мне тоже нравится больше в начале поэтому ты заявил 10 метров очередной разворот посмотрим сколько же в этот раз могут ли девушки улучшить косогорова валентина готовится выходить смотрим довольно чисто выполняет протокол и ее дистанция 85 метров молодец улучшилась свой личный рекорд алла тем не менее разворачивается алле нужно потренировать разворот не очень уверенно разворачивается мы видим валентина получила белую карточку и довольно так шарова алла готовится выходит готовится показывает протокол 116 метров очень хороший довольно довольно чисто довольно с большим запасом мне кажется она выполняет упражнение на старте романова валерия город кострома и кудрявцев влад из нижнего новгорода наш одноклубник очень активный член клуба завсегдаты всех нырялок до спортсмены готовятся настраиваются влад выполняет зажиме и в очках валерия стартует в маске как мы видим валерия тоже в классических ластах будет плыть дельфином а влад плывет в моей моноласте так как моноласт на всех не хватает нижнего новгорода но мы обещаем мы обещаем эту ситуацию исправить будем скупать все моноласты валерия плывет вообще мы видим да в коротых в коротких пластиковых ластах мне кажется это соревнование для нее тоже является дебютные но посмотрим что же у них по личным рекордом валерия личный рекорд пятьдесят шесть метров и заявка такая же владислав личный рекорд 70 метров на явка 65 но валерия уже значительно улучшила свой личный рекорд мне кажется она сейчас подплывает 75 и будет выходить выходить на рассмотрим смотрим снимает маску показывает на какие 75 метров при этом мне кажется что ей можно было бы показывать 76 метров потому что она не зная того и сделал достаточно хитрый выход коснувшись рукой и после этого выйдя обычно свои добавляют вот операторы показывают нам глада хват достаточно чисто тоже выполнил упражнение 91 метр хороший результат оба спортсмена получают белые карточки поздравляем четвертый заплыв открывают спортсмены из нижегородской области это петров илья из нижнего новгорода и кадибаш константин из города саров смотрим 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 личные рекорды илья 103 метра при заявке в 70 и константин 75 метров при заявке тоже 75 метров ну посмотрим к чему приведут сегодняшний старт смогут ли ребята улучшится надеемся что смогут не самая расслабленная на самом деле подготовку у ребят было сейчас если ты на чем работать ну и техника и техника работы в аналаске тоже заслуживает дополнительных тренировок в бассейне так что ребята ждем вас на тренировках да больше больше плавать больше плавать мы на ласте сейчас нам показывают спортсмены приближаются к отметке 50 метров да да она будет разворот я думаю у всех и уходит на дистанцию 75 75 75 константин плывет немножко быстрее мы видим да я чуть медленнее достаточно ровно вот оказывает константин оттолкнулся от 75 и готовится выходить дышит показывает знак окей выполняет протокол а илья илья доплывает до бортика и выходит это 100 метров константин константин нам подсказывать показывает 82 метра илья говорит что он ok и получает белую карточку константин слова говоря тоже ребята молодцы хорошо улучшили свои результаты поздравления очередной старт и снова представители нашего любимого нижнего новгорода это денисов сергей и юлия сазонова это активные активные члены нашего клуба от него горький это завсегдатые тренировок в бассейне это постоянные участники всевозможных выездов на открытую воду ребята мы за вас болеем и посмотрим как вы подготовились к этому старту денисов сергей лучший лучший свой результат анонсировал сто двадцать три метра сезона в июле 80 метров желаем удачи желаем вам спокойной ровной гладкой воды но ребята достаточно активно готовились к этим стартом и я думаю у них будет возможность улучшить свои результаты сейчас мы это увидим бассейнные тренировки сказываются да и мы видим что оба спортсмена обладают достаточно неплохой техникой ровно плывут мы видим фазу скольжения до достаточно неплохие развороты ну вот что значит вот что значит постоянные частые тренировки в бассейне очередной разворот у сергея юля подходит к очередному развороту готовится выходить чуть-чуть не доплыла до бортика да можно было тут немножечко продержаться и было бы наверно 101 метр а так 99 99 но для юли на самом деле это очень хороший результат потому что ее личный рекорд повторюсь 80 метров на 19 метров улучшилась юля молодец сергей подплывает к отметке 125 метров посмотрим что там будет сейчас нам операторы покажут развернулся и готовится выходить сергей поработал работал да не опускай подбородок пожалуйста держи сергей 135 метров 135 метров ждем карточку и белая карточка и поздравление все улучшили молодцы молодцы вот шестой заплыв сегодняшнем дне соревнования открывает в гордом одиночестве представитель нижнего новгорода яков правков на мой взгляд немного напряжен он был на старте нужно чуть лучше расслабляться ментально подготавливаясь к нырку чья это на нем моноласта яков разворачивается сколько ног прошло через нее яков разворачивается посмотрим заявку спортсмена заявил он 100 метров при лучшем своем результате 120 метров будем болеть за якова пожелаем ему улучшиться на этих стартах яши неплохое ныряние есть и скольжение включает вот разворот конечно такой себе да есть есть на чем работать якова мы резко видим в бассейнах да так что приходи тренироваться очередной разворот это сейчас будет отметка 100 метров 100 метров и по всей видимости сейчас будет выходить точно да вот так приходит снимает зажим не очень грамотный выход не дойдя до бортика 99 метров и красная карточка как раз из-за выхода седьмой старт сегодняшнего соревновательного дня дисциплине моноласта и мы видим участников кулыгина ивана из дзержинска нижегородской области и сергей гурочкина из ярославля это уже очень опытные спортсмены здесь будет я думаю что очень интересное ныряние да оба спортсмена анонсировали заявили по 100 метров оба спортсмены могут плыть гораздо больше чем 100 метров да у ивана личный рекорд 120 а у сергея вообще 150 метров то есть заплыв обещает быть довольно зрелищным и интересным спортсмены очень хорошо плывут с хорошим расслаблением и эффективными грибками да мы ивана очень такой активный разворот с большим скольжением да я хотел как раз обратить внимание что спортсмен показать довольно неплохую даже хорошую такую фазу скольжения после каждого цикла грибков а у сергея вот очень выражено и хорошо наблюдается такое полное расслабление во время скольжения это не все даже опытные спортсмены делают а мы видим как он в каждом скольжении просто снимает напряжение но сергей достаточно тоже опытный спортсмен и я думаю на этих соревнованиях он нас еще удивит спортсмены приближаются на 100 метров 100 метров по моему никто из них еще даже и не собирается выходить все свои заявки отработали все заявленные результаты отработали дальше будем надеяться что но то ивана мы видим при эффективной технике по моему сразу видно не очень достаточно расслабление потому что иван мне кажется уже готовится к выходу иван уже на пределе да вот иван выходит дышит снимает масло 158 метров отличный результат иван улучшил свой личный результат на 8 метров а сергей продолжает сергей только еще подплывает к 150 метрам вот сразу мы видим на какая значительная разница скоростью спортсменов и продолжается свой дайв концу стартовой таблицы нырки становятся более длинные 175 метров 75 метров сергея делает разворот нет сергей выходит он как раз вот и делает грамотный разворот с касанием бортика но алексей все равно дает ему 175 метров а не 176 белая карточка у обоих спортсменов наше поздравление и очередной заплыв у нас открывают спортсмен из костромы голованов игр и решетников михаил город ярославль оба спортсмена очень опытные оба спортсмена всегда принимают участие практически в любых возможных соревнованиях можно сказать что соревнования это их страсть завсегдотая чемпионата россии по фридайвингу ну и игорь у всех возможных чемпионатов региональных михаил решетников организатор своих собственных соревнований в ярославле ярославская федерация который мы очень любим и стараемся принять тоже во всех ярославских соревнованиях участие ярославль нам очень нравится оба спортсмена наши хорошие добрые друзья поэтому отдать кому-то свое сердце свое предпочтение я не могу просто пожелаю им улучшить свои личные результаты чисто выполнить протокол и получить наслаждение от этих стартов но мы видим сильные различия в технике несмотря на опыт обоих спортсменов межрешетников плывет достаточно расслабленно а игорь практически непрерывная работая и видно что расслабление у него очень мало но тем не менее тем не менее личный рекорд игоря 130 метров личный рекорд михаила 175 метров оба спортсмена заявили по 120 метров я уже честно говоря сбился со счета количество разворотов ну вот очередной разворот у михаила нам показали я так думаю что это за 100 метров определенно и голованов игорь и михаил оба готовятся выходить михаил выходит игорь тоже выполняют протоколы и михаил 116 метров далеко не лучший его результат а голованов игорь 138 метров и это лучший его результат поздравляем но михаил получил желтую карточку за недоплыв до заявки а игорь игорь белая карта молодец игорь и заключительный заплыв в дисциплине динамической апноэ в моноласте спортсмен из Нижнего Новгорода Володя Цыплаков который наверное уже многим знаком многим полюбился мы видим как он выполняет упаковку и старт моноласта его дисциплина любимая его коронная дисциплина моноласта Володя очень сильный спортсмен выступает да и занимается фридайлингом не так уж и много порядка трех-четырех лет но уже несколько раз он выступал на чемпионатах России не только на чемпионатах соревнованиях региональных но и на чемпионатах России показывает очень хороший прогресс постоянно практически от соревнований к соревнованиям улучшает свои результаты и посмотрим что сегодня покажет ну и будем надеяться что для него этот старт сложится удачно показывает очень эффективный и грибок и расслабление и скольжение вот очередной разворот нам показывают операторы Володя работает стоматологом и говорит что фридайлинг очень помогает ему быть расслабленным и сосредоточенным одновременно во время сложных операций вообще Александр по моим личным наблюдениям достаточно много фридайверов стоматологов и врачей если допустим брать наше даже сегодняшнее соревнования то Яков Провков который выступал до Володи тоже является стоматологом Сергей Гурочкин является врачом да то есть среди людей медицинской направленности медицинской специализации фридайлинг очень популярен смотрим что же нам покажет Володя уже плывет по поверхности да да видим что уже немного не контролирует глубину в которой он находится тяжеловато ему грузика не хватает надо дозаказывать хотя я думаю что сейчас на нем около пяти килограмм да мы видим лобстер в полной сборке разворот проплыл целый бассейн практически по поверхности это не самая эффективная плавная да и его очень сильно сомбит да это блэкаут это даже не сам Александр это блэкаут 182 метра ну и быстро приходит в себя ну блэкаут достаточно был легкий но тем не менее это был блэкаут на 182 метрах надо было выйти чуть чуть пораньше ну Володя спортсмен опытный я думаю он рассчитывал свои силы ну это было бы наверное сегодняшний лучший да и мы уходим на перерыв после чего наше соревнование продолжится в дисциплине динамической апноэ в классических ростах можно попить чаю далеко не отходите мы ждем вас после перерыва в дисциплине динамическое апноэ женщины третье место с результатом 85 метров получает Косогорова Валентина второе место с результатом 99 метров Сазонова Юлия чехол от компании Молчанов и первое место Шарова Вала результат 116 метров награждается Мона Ластой Молчанов ура 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 вот так молодцы ура 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 так Так, мужчины. Результат 152 метра. Третье место занимает Быков Александр. Второе место мужчины с результатом 158 метров. Кулыгин Иван. Награждается четвертым мальчаникам. Ну и первое место в этой дисциплине с результатом 175 метров. Гурочкин Сергей. Математом. Спасибо, ребята. Аплодисменты.